Неутешительный прогноз по пятой волне коронавируса, который давали специалисты в начале января, сбылся, констатируют в Белом доме. Число зараженных растет стремительно, и в регионе все-таки пришлось ограничить оказание плановой медпомощи в поликлиниках. Это решение было принято в связи с ростом количества обращений за амбулаторной помощью в три раза. Поэтому поликлиники практически полностью пришлось приводить на работу с ковид-больными. При этом плановую медпомощь по-прежнему могут получить пациенты с серьезными заболеваниями, которые нуждаются в постоянном контроле медиков. Будет уменьшение количества записей по таким направлениям, как лора, офтальмология, но при этом количество записей к таким специалистам, как кардиолог, невролог, онколог, все это будет сохраняться в прежнем объеме, в прежнем режиме. Для чего это делается? Для того, чтобы узких специалистов привлекать к работе в красных зонах. Потому что участковых терапевтов катастрофически не хватает. В закрытый режим переходят госучреждения регионы и других профилей, например, соцзащита. Это интернаты и пансионаты для инвалидов и пожилых людей. В них проживает порядка 3600 человек. Эти учреждения сейчас переводят на режим изоляции. Там будут запрещены посещения родственников, мероприятия вне стен учреждений, а еще сотрудники будут работать сменами по 14 дней. Мы, конечно, подготовились к тому, чтобы вот такой режим организовать. Для этого пополнили необходимый запас защитных средств. Кроме того, значит, определили места, где будут отдыхать сотрудники. Ну и в целом работа организована. Алгоритм нам понятен. Мы в 2020 году 117 дней находились в таком закрытом режиме. Изменения внесены в организацию работы образовательных учреждений. Согласно последним рекомендациям, Роспотребнадзора в учебных заведениях могут объявить карантин даже при одном заболевшем ковид-инфекцией. В связи с этим сейчас во многих школах и колледжах регионы учащихся отправляют на дистанционку. Так, в нашем регионе насчитывается 365 общеобразовательных учреждений. Сейчас 12 из них полностью закрыты и обучение ведется онлайн. Они перешли на обучение с использованием дистанционных технологий и электронных технологий. 122 образовательные организации работают в формате точечном, как мы его называем. То есть там выходят на применение этих технологий дистанционных отдельные классы, и они работают в смешанном формате. Как пояснили в департаменте образования, о тотальном переходе на дистанционное образование во всех школах региона сейчас речи не идет. Каждое образовательное учреждение принимает решение самостоятельно о форме работы. В том числе и из-за эпидситуации у руководителей учебных заведений есть право менять сроки каникул. И уже руководство некоторых школ приняло решение о досрочных каникулах. Продолжение следует...